я комментарии и статьи даже видела какие-то огульные обвинения что существуют какие-то мусорные журналы куда вот это куда там изнуряемая гонкой профессорская преподавательский состав отправляет что-то там договаривать какая-то там даже таксы есть он 320 или 350 долларов и любая статья опубликуется в скопус войдет вот этот весь мусор это ведь обвинение идут не в сторону там одного только кафе у это обвинение идут сейчас вообще постеместно вот какой-то вал людей эти обвинения фактически все время индуцирует обвиняет что вы размещаете с мусорных журналах есть такая проблема вот как с ней боретесь во первых я соглашусь проблема существует есть проблема проблема существует да но это опять таки проблема переходного этапа пять лет назад не я не большинство моих коллег даже не мечтали хотя одна из моих статей я узнал опубликованной 2006 году попала в и повсайц но я даже об этом не знал потому что мне работа человек работавшему небольшом педагогическом вузе это было не интересно сейчас когда мы начали этому учиться соответственно ну мы наверное этих ошибок избежать не могли когда мы публиковались те журналы где принимали нашу публикации то есть была логика есть этот журнал скопусе да да есть этот журнал да не ваша же это задача выяснять кто отвечу это безусловно да во вторых ну есть очень очень серьезный аргумент кто оценил качество этой статьи в данном случае речь идет о журнале само по причине того что на каком-то этапе его исключили из реферативной базы данный скопус его назвали мусорным но при этом кто оценил качество статьи который была подготовлена для этого журнала это нормально статья проведенные на основании исследования но на этапе отправки статьи может быть там и журнал ты ведь не назывался мусором знаете я заметил закономерность вот за эти последние особенно три года журнал ли которым активно начинают публиковаться русские россияне на получает его на каком-то этапе сразу причисляют к мусорным и даже есть такое там шутка там мы стали киллерами россияне по убийству вот этих журналов которые исключают из корпуса но при этом ведь я еще раз говорю есть исследование есть статья да есть ученые которые это сделаны и поэтому только так огольно обвинять преподавателя что он это сделал получается да ну наверное нельзя но при этом мы тоже учимся в том плане что сейчас мы стараемся избегать таких журналов которые имеют не очень хорошую репутацию то есть новые наверное есть такая практика один есть ученый из дэнгера джеффри билда он публикует так знаменитый список билла где у него есть подозрение в определенные там как там журналу 200 или там 300 я уж точно не помню вот он говорит вот эти подозрительные журналы их можно называть мусорными несмотря на то что они там базах научных имеется вот если предупреждение об этом вот таких вот молодых неофитов ученых которые хотят опубликовать статью вы как-то информируете их об этом во-первых списке было сейчас уже гораздо больше журналов и даже складывается впечатление что найти журнала который не включен список джеффри билла практически невозможно сейчас да сколько их там может их 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 уже там очень много их уже несколько сотен журналов если не ошибаюсь причем этот список быстро растет но при этом если вы читали интервью самого билла да то есть он не претендует на то чтобы его список был каким-то там карающим документом данном случае он как специалист в этой области он высказывает свою точку зрения сугубо личная своя высказывает свою точку зрения которые правда затем начинают тиражироваться очень быстро и активно особенно почему-то у нас в россии вот в этой связи конечно бы я бы не стал наверное абсолютно тизировать и другой стороны надо понять что этап продвижения серьезные журналы очень и очень медленный очень небыстрый я хочу привести пример тоже свои коллеги которые буквально там позавчера мне похвасталась то есть ее статья была принята журнал в первой квартире получается да причем журнал который сходит из корпуса и в в поф сайенс да она работала это помимо исследования которое было проведено накануне да она переписывалась журналом один год я привел пример со своей статьи я переписывался восемь месяцев то есть это возвращение статьи это доработка и так далее поэтому мы постепенно осваиваем нормальный цивилизованный путь который в принципе я думаю очень сколько результаты причем вот эти сетевые исследования они очень полезны я бы хотел обратить внимание на их опыт который тот опыт который они нам дарят потому что мы работаем плечом к плечу с зарубежными коллегами которые поправляют нас которые притоки продвигают наши статьи и второй момент это рассказывали одну историю о том что несколько журналов были выпали из списка билла где были ваши статью статьи вашего вуза института причем этих статьи были второй квартал тоже может истории рассказать потому что любопытная история потому что там я так понимаю механизм выкидывания из вас корпус достаточно своеобразные что вполне качественный журнал может оказаться сетевое исследование это я очень просто скажу это исследование одной проблемы на примере эмпирического материала нескольких стран вот то исследование на которой сослался который мы проводили под егидой оксфорда иниверситета мичигана это исследование было посвящено трансформации педагогического образования течение последнего десятилетия вытяжка странах у сетевого исследования обязательно есть упряжные то есть есть лидеры которые формируют концепцию этого исследования которые формулируют круг исследуемых вопросов определяют инструментарий и далее уже мы как участники этого проекта по предложенной методике мы даем аналитику вот в частности по модернизации педагогического образования следующим этапом как правило результаты сетевого исследования они представляются на крупные международные конференции вот есть такая форма работы международных конференций которые не очень популярна рпк в россии но на за рубежом она уже развивается это симпозия когда собираются представители может быть там несколько ученых да и они рассматривают одну проблему исходя после этого вот наша симпозия в вашингтоне она шла четыре дня три дня докладывали представители той или иной страны а на четвертый день делалось обобщение после обобщения было принято решение о публикации монографии вот это если в чем необходимость такого исследования потому что она сравнительного плана она позволяет увидеть вот это лучше поставлено в сша это в россии это в израиле и принципе такое исследование оно очень полезно для практиков это по поводу исследования теперь что касается вообще вот скажем вот проблемы журналов действительно мы вот сейчас мы тоже находимся в такой ситуации когда мы публикуемся в журналах которые в первую очередь ну скажем так доверяют нам и принимают наши публикации причем как правило это происходит бесплатно и вот буквально сегодня то есть возник такой феномен когда нас упрекнули что достаточно много публикаций ученых гфу было сделано буквально в двух журналах получать которые прошли но ведь надо понимать что опять-таки при этом журнал ком которые они были публикованы относятся к второй квартире это достаточно хороший журнал с хорошим импакт-фактором со снипом больше единицы что принимается в принципе различными экспертами но я не знаю как дать оценку тому да получается что наши да 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 что к этому журналу такое отношение ну такая дается ему оценка я думаю это если бы мы публиковать действительно только журналах которые стоят на грани исключения скопуса или из в по сайенса наверное это был бы очень такой весомый аргумент да да и для упрека получается да но если это весьма авторитетный журнал который поддерживает свою репутацию ведь попадание в квартире это не простой процесс журнал когда возникает он не имеет ни импакт-фактора он не имеет ни других своих индексов да он их наращивает да это очень долгий процесс наращивания журнал чтобы он поднимал свою репутацию и переходил из квартиры в квартире вот на потом ведь айдар мини мансурович наверно надо выстраивать долгосрочные это же долго выстраивать отношения с журналом чтобы из журнала выстраивать отношения во первых вы правы в том плане что нужна определенная репутация чтобы все-таки и редакторы и редакционный совет ведь каждый журнал предусматривает рецензирование понимаете вот мы сейчас готовим специальный выпуск по образовательным технологиям для одного из британских журналов наши переговоры с этим журналом шли три года три года три года начиная с того что они познакомились нашими изданиями и два года два с половиной года назад они нас включили в план только да получается они включили план причем отбор статей достаточно такой долгий то есть за полтора года до издания мы должны представить им статьи и с этого времени начнется процесс рецензирования и доработки статей но тем не менее такое предложение поступили это журнал который издается издательством тейлор дабунина и это второй вообще у них в истории спешил и еще первое не посвятили китаю второй решили посвятить россии понятно что там не только ученые казанского федерального не все потому что мы в данном случае представляем интересы всей россии мы привлекли своих партнеров и мы пошли дальше но я бы хотел ответить на ваш вопрос по поводу все таки вот этого достаточно даже курьезного случая связано с журналом по моему два года назад а несколько хороших журналов были исключены из корпуса и мы удивились так как один из них относился к первой квартире это был такой ну чем это было связано и когда мы стали выяснять обстоятельства выяснилось что это издательство которое издавала лишь да да канадское издательство которое издавало несколько журналов да в итоге дало промашку и один из журналов вот этой ассоциации да получается да он действительно там видимо где-то показал себя не с лучшей стороны да получается и по и было принято решение о боевое исключение скопус и автоматом были исключены четыре оставшиеся журналы то есть если исключает издателя то за связанные с ним даром они да да не ванны да и соответственно получилось так что вся остальная работа это как говорится это ложка дегтя в бочке меда получается все там были статьи до казанского федерального университета и хорошие да и после этого ставится крест да что все плохие ну такие выводы тоже не очень хорошо да 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 ну вы знаете чем это продиктовано да очень часто если мы говорим о допингах в спорте последние события имели четко выраженный политический эффект то в нашем случае мы просто говорим что мы не единственные участники программы 5 стоп и конкуренция года так года в этой группе она только возрастает поэтому это четко понятно что это попытка каким-то образом ну нормальных конкуренция но при не очень нормальных методах ее реализации теперь что касается публикации да ну я бы хотел показать какую большую работу мы делаем именно в этой трансформации своего сознания исследовательской культуры и мотивации я уже попытался объяснить что преподаватели имеют достаточно хорошую мотивацию для своей деятельности до которая ну очень и очень выгодно с рэп ну привлекательно сравнение другими даже казанскими вузами на вот вопрос стоит о том как поменять их исследовательскую культуру поэтому и отвечая на ваш вопрос по поводу как научиться этому это курсы мы отправляем мы проводим себя курс повышения квалификации мы сами группа преподавателей обучалась университетю лондона да мы выезжаем на другие стажировки да мы участвуем в конференциях ограничений в этом никаких нет следующий момент связан с еще не таким ну для нас интересным и знаменательным событием у нас сейчас идет процесс включения нашего журнала научного журнала кфу в области образования называется образование саморазвития включение его скопус и и мы делаем это достаточно необычным путем нам удалось за эти вот особенно три года сформировать хорошее мнение в образовательном пространстве в ряде стран и редактором этого журнала согласился стать не кражби который в течение 22 лет возглавлял british journal of educational technology поздравляю ему 60 там он там с небольшим лет это очень работоспособный такой пожилой человек да но вы знаете там кадровые вопросы весьма и весьма конкретный до за рубежом получается поэтому до 80 лет ученые не работают как у нас да вот и он вышел на пенсию он знает чем мы занимаемся и он является сейчас нашим со редактором нашего журнала причем один наш коллега один британский мы хотим чтобы наш коллега тоже научился и мы сейчас понимаем что вот я для себя хотя коллегами мы спорим вести журнал из россии сделать его таким действительно ну понятным для зарубежного читателя в россии не очень просто этим занимается англичанин который занимался этим всю жизнь журналы бросает массы атрибутов да которые должны около него быть да open access system например у нас зарегистрировано в университете аризона да сайт нам делали велика британия этого журнала да причем парадоксальное явление да вы говорили о том что как хороша там была российская наука когда мы обсуждали вопрос создание этого сайта и не сказал наверное у нас очень дорогой британии труд россия это будет сделать намного дешевле мы стали искать фирмы россии которые нам могли это сделать самую дешевую плату которую нам предложили это триста пятьдесят тысяч рублей и три месяца исполнения я вам говорю реальные вещи с которыми я столкнулся лично под тем требованиями которые были предъявлены к сайту да он был удивлен нам это сделали за месяц строго по расписанию в британии фил мидоус за восемьдесят тысяч российских рублей и сайт великолепно работает сейчас мы вступаем в различные опять-таки благодаря нашему редактору который знает да мы вступаем в различные ассоциации технических редакторов по публикационной этике да и это те атрибуты которые должны быть у журнала продвижение да продвижение и я думаю когда мы подадим в скоб мы имеем такие там такую инфраструктуру вокруг журнала да получается да которая в принципе соответствует любому нормальному журналу ну даже та же самая open access system да и то что этим занимается человек профессионал причем я мы не будем забегать вперед но ник ражби сказал что будет пытаться вести наш журнал через издательство либо тейлор либо через вайли ну да если мы это сделаем это наверное будет феноменальный успех но при этом мы возвращаемся к проблеме к теме конкуренции даже нику ражби написал аспирант докторант вернее из казахстана который учится в одном из британских университетов написал ему письмо пытаясь открыть глаза на казанский федеральный университет написав что вы делаете большую ошибку и очерняете свое имя сотрудничая с этим университетом на что ему не кражби очень деликатно вежливо ответил то что если бы он считал что такая характеристика правда он бы с нами не связал потому что действительно своим именем он так поэтому вы видите вот эта среда она тоже заставляет каким-то нас продвигаться и и и и и и